В эфире новости губернии и вот о чем расскажем. Семья из Комсомольского района просит придать огласке случай, который произошел с их пятилетним сыном на детской площадке. Выскочил папа в неадекватном состоянии и начал бить моего ребенка. Схватил за шею, душил. Заявление в полицию написано, но спустя почти две недели подвижек, по мнению родителей, нет. Они продолжают жить в страхе за своего ребенка. Микрорайон Гринвилл-парк в Иванове несколько лет затапливает нечистотами. Все это время его жители вынуждены дышать сероводородом, а вскоре могут остаться и без воды. Почему в таких нечеловеческих условиях живут собственники элитного жилья, попытался разобраться Владимир Еремин. Более 50 заявок на получение гранта подали социальные предприниматели региона. Среди победителей отбора распределят 16 миллионов рублей. О социальном бизнесе и мерах поддержки расскажем на примере Палехского детского центра. Выпускница Ивановской студии «Оперение» снимается в новых папиных дочках. Какой опыт Полине Денисовой дала студия? Мы поговорили с Полиной и ее преподавателем. Но также не пропустите, кинешь мы вновь в эпицентре коррупционного скандала. В отношении замглавы возбудили уголовное дело. Кто оказался виноват в том, что жители Гаврилова Посада не впустили в Египет? И сколько ему удалось отсудить за испорченный отпуск? Об этом и не только через несколько минут. Ну а теперь об этих и других темах подробнее. С вами Наталья Сергеева. Добрый вечер. Начнем с Песцово-Комсомольского района, где семья хочет придать огласке случай, который произошел с их пятилетним сыном почти две недели назад. По словам родителей, мальчика на детской площадке пытался душить и бить взрослый мужчина, сосед. Заявление в полицию написано. Семья надеялась на возбуждение уголовного дела. Им кажется, спустя столько времени, что подвижек нет. Алина Марчева расскажет подробнее. Знакомьтесь, это Арсений Ему-5. Вместе с родителями и еще двумя братьями мальчик недавно переехал в Песцово. Семья решила уйти от городской суеты и быть ближе к природе. 4 сентября, как обычно, ребенок ушел гулять на детскую площадку. По словам мамы Татьяны, Сеня повзорил с соседским мальчиком и его сестрой. Девочка решила пожаловаться своему отцу, и тот вышел за ступицем. Раскочил папа в неадекватном состоянии. И начал бить моего ребенка. Схватил за шею, душил. Он плакал, но мне не мог сначала рассказать. Только вот мне то, что дяденька, дяденька. Потом-то я его когда поуспокоила, он мне вот рассказал. Фотографии сделаны в тот же день. На шее мальчика синяки и царапины. Позже судебно-медицинская экспертиза, по словам матери, найдет их еще на животе и спине ребенка. Детская площадка, где все произошло, находится неподалеку. От дома семьи Ладычук ее отделяет небольшая тропинка. Буквально две минуты пути и мы на месте. А к площадке вплотную примыкает дом того самого соседа. Глава семейства Ладычук был на работе. Татьяна захотела решить конфликт мирный, поговорить с соседями. До этого она не была с ними знакома. Вышла якобы жена. Оказывается, это и не его была жена. Она просто так представилась мне, я это не знала. Начала мне объяснять, что надо лучше воспитывать своих детей. Я так предполагаю, они, наверное, и решили его воспитать. Стала вызывать полицию. Слышу, он вышел пьяный, неадекватный, кричит мне, иди поговорим. Я, конечно, уже побоялась подойти. В тот же день Татьяна вызвала полицию, написала заявление. Больше сотрудники правоохранительных органов здесь не появлялись. 6 сентября Татьяна сделала судебно-медицинскую экспертизу. Женщину заверили, результаты будут готовы уже через сутки. Однако прошло уже больше недели, а из Иванова экспертизу так никто не забрал. Мама Арсения рассказывает, с ней пытался встретиться следователь, но через пару дней дело передали участковой. По телефону она общается сухо и грубо, ссылается на неготовность экспертизы, а при последнем разговоре на появление свидетеля. Хотя я там на детской площадке сама лично ходила, искала свидетелей, я хотела найти. Но там не было, кроме детей, никого. Она сказала, якобы там женщина была. И вроде как, что он ничего ему и не делал, как бы не трогал его. Но я не понимаю, тут эти пять минут у меня сын по дороге сам себе расцарапал, синяки себе понаставил. Семья не скрывает, уже больше года они лечат Сеню от СДВГ, то есть гиперактивности. Позади десятки врачей дорогостоящее лечение, таблетки и уколы. Ребенок наконец стал более спокойным и сосредоточенным. Перестал просыпаться и кричать по ночам. Но после случая на площадке все возобновилось. Сейчас у нас опять то же самое. Он боится выходить на улицу? Да, он боялся выходить на улицу. Сейчас вроде он маленько подуспокоился, мне кажется, подзабылся, наверное. Но первое время он боялся выходить на улицу. Он боялся, что его будет опять этот дяденька обижать. Малыш не усидчивый, тем не менее, с ним можно договориться, поясняет Татьяна. При необходимости нужно было обращаться к ней. Они с мужем всегда проводят с детьми воспитательные беседы и никогда не применяют силу. Поэтому, по словам Сени, тогда он не успел убежать с детской площадки. Когда мужчина подошел к нему, мальчик думал, тот просто поругает его. Не знал, что взрослые могут избивать. Я переживаю, что он оказывается безнаказанным. Я считаю, что таких людей надо наказывать. Потому что сегодня мой ребенок, завтра неизвестно. Он живет рядом с детской площадкой. Что у него завтра будет, я не знаю. Алина Марчева, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Снова скандальная история в Кинишме. В ночь на 14 сентября задержали заместителя главы местной администрации. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Известно, что речь идет о Ларисе Комаровой. В администрации города она работала с апреля 2022 года. Занималась вопросами развития предпринимательства и торговли, градостроительства и землепользования. 5 сентября в Кинишме прокурор области провел личный прием с представителями кинишемского бизнеса. Один из предпринимателей сообщил о факте неправомерного отказа в приобретении в собственность на льготных условиях земельного участка, который он арендовал. Была начата проверка, материалы которой прокуратура передала в Следственный комитет. В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 169 о воспрепятствовании предпринимательской деятельности и части 1 статьи 286 по факту превышения должностных полномочий. Кроме того, ранее на этой неделе ведомство уже сообщало, что замглавы Кинишмы не приняла мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Но в частности, супруг Ларисы Комаровой ведет бизнес в сфере торговли на землях муниципалитета. Своё руководство об этом она не предупредила, поэтому в адрес главы Кинишмы городской прокурор внес представление об устранении нарушений. В элитном поселке Гринвель-парк в Иванове ситуация близка к экологической катастрофе. На всяком случае, так заявляют жители. Несколько лет их таунхаусы и подвал многоквартирного дома затапливают нечистотами. Всё это время люди вынуждены дышать сероводородом. Немало проблем и у местного детского сада. Централизованной холодной и горячей воды в микрорайоне нет. Канализационная насосная станция давно обесточена и не работает. Как приходится выживать ивановцам в элитной недвижимости, на себе почувствовал Владимир Ерёмин. Красивая картинка благополучия в клубном поселке премиум-класса Гринвель-парк давно расходится с действительностью. С виду экологическая зона, симпатичные дома прямо у леса. Однако многих хозяев подобный пейзаж уже не радует. Несвежий воздух возле элитного жилья отталкивает. Особенно вечером, когда ветер может подниматься. Просто не хочется даже на улицу выходить. Воды нет горячей, холодной. Пока есть, слава богу, хоть это более работает. Елена Рашидовна пенсионерка. Переехала в Иваново по программе переселения из районов Крайнего Севера. Что попадет в столь удушающие жилищные условия, говорит, даже не ожидала. Первые впечатления о новом месте жительства были отталкивающими. Неприятные ароматы доносились из подвала ее дома. Там вонище было невозможное. Прошлый год я приезжала, ходила в управляющую компанию. Вычистили, вроде сейчас нормально. Дело в том, что канализационный коллектор в поселке много лет не работает. Отходы жизнедеятельности текут куда придется. Канализационные колодцы переполнены. Крышки на многих исчезли. То есть у нас канализка переполняется, отсюда соответствующий запах. Постоянно приходится вызывать машины для откачки. Канализационные насосные станции числятся лишь на бумаге. Оборудование и электропитание давно отсутствуют. Стоки жилого комплекса плывут во враг самотеком. Воды все канализационные сливались прошлой зимой в лес. Вот здесь вы можете видеть, что у нас так немножечко под горочку уходит ландшафт. И там даже намыло такой большой слой песка, видимо, вот из каких-то коммуникаций. Ну, соответственно, запах здесь, конечно же, очень неприятный. И, ну, даже пройтись вот в лес там с собакой погулять, ну, там просто лужи из содержимого канализации. Это, конечно, я считаю, близко к экологической катастрофе. Говорят, когда-то здесь были в гостях представители природоохранной прокуратуры. Но надзорные органы, утверждают хозяева, неприятного запаха сероводорода возле таунхаусов не почувствовали. Сказали, все нормально. Главное, что у нас в Харинку ничего не попадает. А тут вы как бы сами по себе, как хотите. Более 200 семей сейчас здесь живут не как хотят и как планировали, а как могут. Из-за постоянных проблем с водой и канализацией элитная недвижимость оказалась частичными удобствами. За 10 лет многие собственники квадратных метров приспособились. Кто-то обзавелся личной скважиной, кто-то выкопал себе сливной колодец. В квартирах устанавливают бойлеры. Мы же были не один раз в правительстве и не один раз были попытки передачи этой насосной станции. Гарантия хотела ее забрать. И свет отключили от того, что тоже хотела компания гарантии забрать под свое руководство, под свою работу взять эти, как говорится, КНСку. Но что-то пошло не так. 12 лет назад застройщик заявлял, Гренвиль-парк – это первый и единственный поселок такого формата в Иванове. Философия в европейских стандартах, качестве строительства и комфорте проживания. Проблемы с водоотведением в микрорайоне давние. О них мы не раз рассказывали. Мэрия отстранилась, а застройщик, которому до сих пор принадлежат сети, и в спецгарант обанкротился. Дома достраивались благодаря дополнительным вложениям дольщиков. А вот коммуникации здесь до сих пор так никто и не обслуживает. Поданные год назад в областную прокуратуру и госстроенадзор жалобы, положительных результатов так и не принесли. Подключился Народный фронт. Мы в последний раз были в правительстве Ивановской области. Нам пояснили, что на восстановление инженерных сетей необходимо 80 миллионов. Поскольку сейчас ведутся переговоры, продолжаются вести переговоры с водоканалом, мы надеемся, что все-таки сети эти передадут, их восстановят, и уже водоканал полноценно может потом выставлять квитанции на обслуживание этих сетей. Но люди не теряют надежды. Жители элитного поселка хотят найти владельца бесхозным канализационным сетям и насосной станции. В конце августа обратились в приемную президента. Владимир Еремин, Денис Железов, телекомпания «Барс». О происшествиях поговорим в эфире далее. О шести пострадавших за сутки сообщают в ГИБДД региона. В ДТП на Шереметьевском проспекте травмы получили два пешехода. Про эту аварию мы сообщали ранее. Там 78-летний мужчина за рулем «Тойота» потерял управление. Машина свернула налево, выехала через встречную полосу на тротуар, въехала в междомовой проезд, сбила двух молодых людей и врезалась в итоге в припаркованный «Фольксваген». Девушка успела отскочить, а вот парни-пешеходы были госпитализированы. Пожилой водитель и его пассажирка не пострадали. В машине, на которую наехала «Тойота», никого не было. Также вечером в среду на трассе в Фурмановском районе произошла авария. Женщина за рулем «Хюндая» начинала движение с правой обочины и столкнулась с двигавшимся попутно автомобилем «Киа». В результате есть пострадавшая. Это 61-летняя пассажирка «Хюндая». Ее доставили в больницу. Среди пострадавших в ДТП за сутки есть мопедист. Мужчина не справился с управлением, налетел на бордюр, упал и получил травмы. Был госпитализирован. Произошло все в Приволжском районе на трассе. Ну и в МЧС сообщают о двух пожарах. Наиболее серьезный случай зафиксирован в Иванове. Сильный запах дыма могли почувствовать вечером-среду жители Вележской и окрестных улиц. Горел частный дом на улице капитана Петрачкова. Он не жилой, но огнем была охвачена большая часть здания. Выгорело около 110 квадратных метров. Пока что причина пожара не уточняется. В Иванове реконструируют спорткомплекс «Спартак». Капитальный ремонт здания, в котором располагается школа Олимпийского резерва номер 8, не проводился с момента его постройки, то есть с 1978 года. Многие помещения стали не соответствовать действующим нормам. Их переоборудование позволит улучшить качество тренировок и повысить уровень спортивной подготовки. Площадь спорткомплекса были 2000 квадратных метров. По контракту с компанией «Прогресс-строй» общая сумма работ – более 150 миллионов рублей с федерального и регионального бюджетов. Подрядчик демонтировал практически все, кроме стен. Пол, крыша, коммуникация – все это обновят на 100%. Где-то восстановят и кирпичную кладку. Сейчас идут работы по штукатурке, спортивных залов. Прокладывается новая система отопления, электроснабжения, вентиляции. Ремонтируют входную группу, делают остекление и устанавливают двери. Утепляют фасад и полностью меняют кровлю. Все эти работы идут параллельно. Их планируют завершить ближе к середине или концу осени. И тогда начнется отделка помещений. Напомним, эта школа является самой крупной из областных учреждений «Спартак» насчитывает 9 различных секций – от художественной гимнастики и конькобежного спорта до бокса. На время реконструкции воспитанники спортшколы, а это более 600 ребят, переведены для занятий на другие объекты – дворец игровых видов спорта, стадион текстильщика и залы общеобразовательных школ. На сегодняшний день у нас работы идут полным ходом. Срок окончания работы – конец 2024 года. Подрядчик планирует завершить работу раньше срока. На сегодняшний день нас все устраивает. Впереди у нас реклама. И смотрите сразу после нее. Более 50 заявок на получение гранта подали социальные предприниматели региона. Среди победителей отбора распределяют 16 миллионов рублей. О социальном бизнесе и мерах поддержки расскажем на примере Палехского детского центра. Выпускница Ивановской студии «Оперение» снимается в новых папиных дочках. Какой опыт Полине Денисовой дала студия? Мы поговорили с Полиной и ее преподавателем. «Интеркомтел» в вашем телефоне. Скачайте приложение и оплачивайте услуги онлайн. Общайтесь со специалистами компании в удобном чате. Быстро, надежно и безопасно. Это новости губернии. И мы продолжаем. В Ивановской области на сегодняшний день работают 72 социальных предприятия. Реестр стали вести с 2020 года согласно федеральному законодательству. Бизнес с таким статусом может рассчитывать на дополнительную поддержку государства. Подробности расскажем на примере образовательного центра «Проречь», которые вот уже 7 лет работают в Юже и в Палихе. Умные пальчики, пальчики встречаются, в колечки превращаются. Занятия здесь у палихских семей востребованы, ведь развивающие игры и мастер-классы лишь часть программы. Среди направлений центра – логопедия, дефектология, психология. На регулярной основе его посещают от 100 до 140 человек. Три года назад «Проречь» получил статус социального предприятия, а в прошлом выиграл грант в полмиллиона рублей. Это важно для центра, в котором с частью детей занимаются по льготной цене и бесплатно проводят психоречивую диагностику. Благодаря этому мы выделили дополнительные места, плюс мы сохранили те места, которые у нас уже были. К сожалению, на 2024 год сфинансирование у нас заканчивается, но мы уже пообещали родителям, что мы для них сохраним социальную цену до полного прекращения посещения занятий ребенком. Статус социального предприятия в области стали присваивать в 2020 году. Для этого бизнес должен отвечать четырем критериям. По словам директора Департамента экономического развития, который посетил в этот день Центр «Проречь», большинство как раз занимаются с детьми. Государство тоже старается помогать таким предпринимателям. В частности, у нас действуют льготы по налогам для таких предпринимателей социальных. И мы уже несколько лет выдаем гранты социальным предпринимателям. В прошлом году мы выдали 24 гранта, средняя сумма около 500 тысяч рублей. В этом году было подано 54 заявления на гранты. Конкурс пройдет в сентябре. Но получить их можно лишь раз. И в Центре надеются на другие меры поддержки. Так, на недавнем форуме «Бизнес в малогородах» Елизавета Сидорова поинтересовалась у главы региона о возможности продлить налоговые льготы для тех, кто работает по упрощенке. Я что предлагаю сделать, вот мы с финансистами это обсуждали, давайте продлим не на год, а на два, чтобы была какая-то предсказуемость. Хотелось бы, наверное, и больше продлить, но все-таки есть какие-то элементы финансового планирования, поэтому я предлагаю те льготы, повторяюсь, внятно, те льготы по ОСН, которые действуют в этом году, продлеваются еще на два года, на 24 и 25. Семь лет назад Елизавета была единственным сотрудником и основателем, и психолог, и дефектолог, и логопед. Но потом пришлось брать помощников. Сейчас в центре работают 8 человек. В прошлом году пришла Елена Мельникова, выпускница шуйского филиала ИВГУ. Когда я училась, то в процессе обучения, конечно, были мысли о том, что придется переехать, и это меня тревожило, так как не хотелось уезжать из родного Палиха. О данном центре я узнала буквально недавно, так скажем, только на четвертом курсе, то есть как раз по факту, когда уже оканчивал университет, и решила попробовать, что, возможно, это есть хороший шанс попробовать себя начать в этой профессии именно в Палихе. Здесь уверяют, развитие социального предприятия способствует сотрудничество с центром «Мой бизнес». Специалисты подсказывают, в каких образовательных мероприятиях поучаствовать или на какие меры господдержки и каким образом подать документы. Татьяна Прокопенко, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Житель Гаврилова Посада судился с МВД и выиграл судебное разбирательство. Он начал после того, как прилетел в Египет и тут же вынужден был вернуться обратно. Вернемся в февраль 2022 года. Тогда мужчина полетел отдыхать, но в аэропорту Египта, в его загранпаспорте, не нашли машиночитаемой зоны. Поэтому попросили немедленно покинуть территорию страны и вернуться в Россию. Отдых не удался, и житель Посада решил просто так это не оставлять. Он обратился в суд с иском к Министерству внутренних дел, отделению МВД в Тейкове и еще Министерству финансов страны. В требованиях указал, чтобы ему возместили чуть более 53 тысяч рублей за прогоревшую путевку, сумму госпошлины, а также компенсировали моральный вред в 200 тысяч рублей. И вот спустя полтора года Тейковский районный суд частично удовлетворил требования истца. В пользу жителя Гавпасадес МВД взыскали 26 с лишним тысяч рублей в счет возмещения убытков и 40 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Не так, как, конечно, мужчине хотелось бы, но все же. Вопускница Ивановской студии «Оперение» снимается в новых папиных дочках. Мы связались с Полиной Денисовой и сейчас узнаем, сбылась ли ее мечта. Творческий путь Полина Денисова начала с театральной студии «Оперение» в Иванове. Занималась там с момента открытия. Это 2016 год. Теперь учится в Москве, в одном из ведущих театральных вузов. В обновленном сериале на СТС играет папину дочку Соню. Мы связались с Полиной и узнали подробности. Привет, Иванова! Сейчас я сижу на смене на папиных дочках. Я студентка ГИТИСа, а также выпускница студии «Оперение» в Иваново. Хотелось бы передать всем большой привет. Всех очень люблю, скучаю. И что же мне подарила студия? Студия подарила мне очень много новых друзей, знакомств, людей, с которыми я до сих пор общаюсь. Мы вместе двигаемся в творческой профессии, в искусстве. И также именно в студии я поняла, что хочу развиваться в этой профессии. И всем желаю найти себя и всегда идти к своим мечтам. В 2016 году основателем выступал народный артист России Константин Хабенский, который сегодня остается другом студии и ее идейным вдохновителем. Ивановская мастерская была создана на базе Всероссийского студийного движения «Оперение». Так в разных городах нашей страны актеры и режиссеры работают с детьми и раскрывают их творческий потенциал через творческие профессии. Хореография, актерское мастерство, сценическая речь, эстрадный, народный вокал. Все эти дисциплины преподают студийцам. И вы знаете, одной из задач стояло, как снять розовые очки по поводу актерской профессии. И так получилось, что студия стала платформой для ребят, которые, наоборот, выбрали своим призванием именно это направление, творческое, актерскую профессию. И мы гордимся тем, что уже из нашей студии есть много ребят, которые закончили, учатся и поступают успешно в театральные, ведущие вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Совсем скоро в качестве звездных гостей будем приглашать и наших выпускников. Надеются в оперении. Юлия Семина, телекомпания «Барс». Хоть и не день строителя, но отрасли есть чем похвастаться. Группа компании «КСК» пополнила парк автомобильной спецтехники. В четверг презентация оборудования прошла в микрорайоне «Звездный». Строительная отрасль занимает в нашем регионе одно из лидирующих мест. Строятся жилые микрорайоны и социальные объекты. Несмотря на санкции, предприятия развиваются и расширяют автопарк. Группа компаний «КСК» представила новую автомобильную спецтехнику китайского и российского производства. Парк пополнился тремя самосвалами, двумя миксерами. Внимание жителей окрестностей и руководству города представлен экскаватор-погрузчик, трактор-бульдозер. Особо отметили строители приобретения автокрана СТС-300Т-5. Не имеет конкурентов по своим техническим характеристикам. Грузоподъемность 300 тонн, высота вылета стрелы более 50 метров. В Ивановской области такой экран первый. Мы это приобрели по разным схемам финансирования с целью ускорения темпов строительства и благоустройства микрорайона «Звездный». Мы приложим максимальное усилие для того, чтобы как можно раньше порадовать наших жителей благоустроенным, оконченным строительством. В нашем городе продолжается строительство новых жилых микрорайонов, социальных объектов. И сегодня строители уверенно смотрят вперед. Мы видим о том, что приметается новая техника. Поэтому мы уверены, что наш город будет успешно развиваться благодаря тем людям, которые работают в строительной торсе. Впереди новости синоптиков. Расскажем о погоде. Помощь в продаже любой недвижимости. Сопровождение сделки, оформление документов, срочный выкуп. Профессионально, быстро, честно. Звоните 26 18 34. В пятницу в регионе нас ждет облачное с прояснениями погода. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 19 21 градус. Ветер южный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48 процентов. Надвигающийся на центральную часть России антициклон затронет и нашу область. В выходные дни похолодает, причем довольно резко. Внимание, внимание. Еще одна замечательная акция для посетителей текстильного центра Рио. При совершении покупок от 1000 рублей вы можете обменять свои старые полотенца на новые махровые. Все очень просто. Просто приходите, просто обменяем. На инфоцентре Рио. И к этому часу все. Текстовые, фото и видеосообщения к нам в редакцию присылайте по номеру телефона, который видите на своих экранах. Информационные итоги дня подведем в 20 часов 30 минут. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова